всем привет мы в машине времени и сегодня узнаем какой суп самый дорогой в мире вспомним о ледовом побоище и выясним какой стране можно показывать язык ежегодно 5 апреля это международный день нравственности это понятие включает в себя разные социальные нормы которые призваны регулировать отношения между людьми в обществе известные принципы нравственности сформировались давно они содержатся и в религиозных нормах и правовых в основе всех принципов лежит так называемое золотое правило призывающие поступать по отношению к другим так как хотелось бы чтобы поступали к тебе самому с одной стороны нравственность понятие субъективное и может трактоваться каждым из нас по-разному с другой существуют единые для человечества принципы в значимости которых нет ни единых сомнений а еще есть культурные различия которые одними людьми воспринимаются благосклонно а другими не очень к примеру в тибете вполне нормально показывать прохожим язык таким образом здесь здороваются в арабских эмиратах для важных дел стараются не пользоваться левой рукой она считается не чистой поэтому будь то рукопожатие ужин или предложение что-то взять по правилам этикета нужно всегда использовать только правую руку о следующем событии знают все однако память со временем лучше не становится так что подтянем школьную программу по истории 5 апреля 1242 года на чудском озере состоялась битва русской дружины во главе с александром невским с рыцарями тевтонского ордена это сражение вошло в историю под названием ледовое побоище дело было после невской битвы 1240 немецкие рыцари стремились укрепиться на границах новгородской и псковской земель в том же году пали русские крепости изборск и псков ощутив новую опасность новгородцы с князем александром невским поднялись на борьбу с врагом по подсчетам военных историков на льду чудского озера собралось 10 12 тысяч рыцарей у александра невского было пятнадцать семнадцать тысяч воинов которые уступали врагу вооружение и боевой выучки на рассвете 5 апреля крестоносцы выстроили свое войско треугольником или свиньей но невский сосредоточил основные силы не в центре как это всегда делали русские войска а на флангах впереди расположился передовой полк из легкой конницы и лучников боевой порядок русских был обращен тылом к обрывистому правому берегу озера а княжеская конная дружина укрылась в засаде за левым флангом таким образом русские войска ударили по свинье справа и слева а в тыл бросилась отборная дружина самого князя сражение продолжалось до позднего вечера когда рыцарское войско дрогнула и обратилась в бегство русские погнали их по озеру а тонкий лед проламывался под конями и тяжелыми рыцарями после этого крестоносцы ушли с русских земель в истории колымы 5 апреля 1935 года в столицу голландии амстердам приехал руководитель треста дальстрой эдуард берзин там он ознакомился с двумя транспортными судами джурма и года которые получил для морского флота треста и тогда же он ускорил покупку третьего судна кулу а еще сегодня международный день супа это первое блюдо и краеугольный камень ежедневного рациона питания праздник создали для того чтобы подчеркнуть его важность для здоровья вообще слово суп произошло от латинского супа что в переводе означает хлеб размоченный в бульоне на сегодня в мире известно 150 типов супов в каждом виде более тысячи видов и каждый из них еще имеет свои варианты самый дорогой в мире суп который считают деликатесом в малайзии вьетнаме и китае называется суп из ласточкиных гнезд его готовят из слюны ласточек который они скрепляют свои гнезда суп по консистенции очень похож на кисель на этом и закончим тебе приятного аппетита на мы увидимся в машине времени и и Редактор субтитров А.Семкин